9 мая – день Великой Победы. День, наполненный скорбью и гордостью, памятью и уважением к героям, сложившим свои головы во имя свободы и независимости нашей Родины. В этот день мы задумываемся о ценности мира и необходимости его сохранить, ведь именно благодаря жертве и подвигу наших предков сегодня мы живем в стабильности и процветании. В год 80-летия освобождения Беларусь от фашистских захватчиков и в 79-ю годовщину Победы в городе над Бугом пройдет множество торжественных и праздничных мероприятий. Парады, митинги, возложения, концерты и выставки – все это символы памяти. Мы помним и мы гордимся нашими героями. На Брещене мероприятия по увековечиванию памяти о Великой Победе проходят постоянно. Это системная каждодневная работа. Безусловно, в преддверии 9 мая она приобретает особую интенсивность. Безусловно, основной точкой притяжения будет Брестская крепость. Это не только для белорусов, для брещан, но и для гостей нашей страны. Ожидается очень много людей. Мероприятия, которые будут проходить традиционно – это митинг, это шествия, колонны техники, подъем знамени. Все эти мероприятия, они уже стали традиционными для нас, но с каждым годом все больше и больше людей посещает. Это различного рода патриотические игры, это диалоговые площадки, это круглые столы, встречи. Одно из фишек, как вы назвали, парад правнуков у нас будет в одном из регионов проходить. Это тоже интересная тема, это именно люди в память о своих предках будут организовывать подобные мероприятия. Конечно же, поиск памяти – это уже традиционное наше мероприятие, которое, опять же, традиционно стартует в Брестской крепости и будет проходить по территории нашей страны и Российской Федерации. Это фишка нашей молодежи, которая будет своим примером показывать своим сверстникам, в первую очередь, о том, как нужно почитать память об этих днях. Главные герои праздничных мероприятий – ветераны. Люди, которые внесли неоценимый вклад в победу над фашистской Германией и восстановление нашей страны в послевоенные годы. К сожалению, с каждым годом их остается все меньше. Здоровье не становится лучше, и немногие из них лично могут участвовать в празднике. Но это не значит, что они забыты, ведь государство постоянно оказывает им поддержку, а сотрудники районных администраций и территориальных центров регулярно посещают и оказывают помощь свидетелям страшных событий войны. То, что касается посещения ветеранов, к сожалению, с каждым годом их становится все меньше. В территории Брестской области их касалось чуть более ста человек. Безусловно, в эти дни праздничные, предпраздничные, они окружены, как и всегда, впрочем, заботой и вниманием, посещаются активами городов и районов, партийными активами. Безусловно, эта работа проводится. Мы стараемся привлечь молодежь к этим мероприятиям, для того, чтобы они своим вниманием почтили память этих уважаемых людей.